Краснокирпичные дома Сибирского пути не уделялось такого внимания строительству служебных квартир. Их было почти в два раза меньше, при том в большинстве своем деревянные. Всего на станции Ишим было построено 19 таких домов. Из них 12 по вокзальной стороне и 7 сохранилось на другой стороне линии. Большинство из них, к сожалению, утратило свой облик, было перестроено, как например это здание бывшего управления Ишимским отделением Омской железной дороги. Один же дом на привокзальной площади и вовсе был снесен, а построенная на его месте многоэтажка сильно нарушила архитектурное единство площади. Утраты эти тем более невосполнимы, что все дома, несмотря на похожесть, отличаются друг от друга планировкой и расположением окон и дверей. Причем это правило верно и для станционных домов по всей Тюмень-Омской железной дороге. Все каменные жилые дома станции имели собственную нумерацию. Таблички с номерами сохранились на многих до сих пор. На этой фотографии 1912 года мы видим два дома номер 5 и 6, стоящие на привокзальной площади. За ними подымается березовый лес, превратившийся потом в железнодорожный парк. В нем до сих пор еще встречаются те древние березы. Дома эти великолепно сохранились. Непременный атрибут каждого дома – дугообразный аттик с двумя пилонами по краям. Стены расчленены теми же горизонтальными и вертикальными поисками, которые мы видели на вокзале. Изумительно виртуозная кладка аттиков с чердачными окнами на боковых фасадах. Высокие окна с частой растекловкой – остроумная выдумка архитекторов. Дело в том, что модерну было свойственно обращаться к национальным архитектурным стилям. В целом, облик такого краснокирпичного особняка с решетчатыми окнами удивительно напоминает британское поместье викторианской эпохи, то есть XIX века. Такое обращение к английской традиции не случайно, ведь Великобритания – родина железнодорожной индустрии. Стремление архитектурно организовать пространство улиц и площадей было свойственно зодчим модерна. Когда-то привокзальная площадь была примером такой организации. Протяженное здание вокзала в обрамлении жилых домов как бы структурировало широкую площадь, являясь главной горизонталью станции.